Мы затягиваем. Андрей, тебе слово. Последнее выступление. Я готов. Всем привет. Если с нами остались посторонние, я фронтенд-разработчик. Я, наверное, тот человек, у которого вынуждены работать сразу два полушария. Мне приходится писать код и делать это красиво, чтобы пользователю было классненько, что аж удобненько. Мне в этом плане повезло, наверное. И образ цифрового офиса я рассматривал исключительно с позиции как пользователя, чтобы мне было удобно как клиенту у компании, как сотруднику включиться в работу и использовать все плюшечки и marketplace вот этих вот новомодных слов, которые мы говорили. Ты нам презентацию покажешь? Конечно, это было вводное слово. Сейчас я покажу презентацию. То есть таймер мне пока нельзя было запускать? Нет, все, можно включать. Чат, демонстрация экрана. Вот. Подождите, все. Пошло и видно. Я нажимаю F5 и должно быть на весь экран. Так? Видно? Поехали. Вот образ цифрового будущего это место для возможностей, а не место на карте. Место для, меня вы потом поймете, что я имел ввиду. Наверное, что я хочу сказать. У меня больше, наверное, было не прогнозирующее, как я потом понял, а исследование психологическое, потому что в моем понимании сложилось, я надеюсь и вас после выступления, что цифровой офис это продукт. Это будет продукт, который можно тиражировать и который должен быть тиражируемым. Ну поехали. Офис для сотрудника и для работодателя. Две стороны. То бишь офис это место, где сходятся две стороны. Одна предоставляет работу, другое это делает. То бишь это процесс, в частности, это не место уже, а это процесс. Поехали. Начнем же, что такое офис. Офис это помещение здания, комплекс зданий, в котором работают служащие, предприятия, фирмы принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы и бла-бла-бла. То бишь офис это место, где определенная компания, определенная идея сосредотачивает все свои активы. В данном случае это интеллектуальные ресурсы, ресурсы для создания какого-то продукта, место, рабочее, виртуальное, неважно. С другой стороны, посмотрите, офисы делятся на категории. Как уже было сегодня сказано, офисы это некий показатель статусности. То бишь, у меня крутой офис, значит, я иду туда с гордостью. Работодатель говорит, посмотри, какой у меня крутой офис. Значит, это значит, что я состоятелен, что мой продукт успешен. И это тоже очень важный момент, чтобы перейти потом к пониманию офиса, продукта. Офис это результат, это показатель труда. Поехали дальше. Офис место возможности, а не место на карте. Составляющие офиса. Давайте подумаем о том, что это есть и какие в него входят идеологические. На примере прошлых моих умозаключений выведем следующее, что офис создается с какой-либо целью. Цель реализации контроля какой-то идеи, группы или одним человеком. То бишь, по сути, создание офиса это шаг, чтобы получить продукт, потому что офис просто так не создается. Я произвожу молоко, значит, я буду производителем молока. Я создаю IT, значит, мой продукт будет IT. Офис – второстепенная часть, которая будет просто показывать, что там делается IT. Ресурсы. Следующий пунктик – это кирпичики для воплощения идеи. То бишь, у меня появилась цель делать продукт. Что же мне нужно для этой цели? Обеспечить рабочее место, компьютер, наверное, Петю, Васю там и закупить кучу ресурсов. Вот. И сотрудники, естественно, сотрудники, сотрудники мною в процессе исследования воспринялись как инструмент. Ну, это никак нас с вами не обезличивает. Мне кажется, это, наоборот, круто быть частью чего-то большего, винтиком, который делает что-то хорошее. То бишь, есть цель сделать продукт, ресурсы, кирпичики. То бишь, а сотрудники инструмента берут эти кирпичики и строят дом. По-моему, все очень логично. И такое место должен воспринимать человек компании однозначно. Тогда перейдем к цифровому офису. Что же такое цифровой офис для сотрудника и для работодателя? Цели. Цели это сделать продукты. Что еще может быть в цели? Нет, нет, сейчас вернусь в заключение. Вот цифровую цель мы определили. Статические данные это какие сотрудники у нас работают, какие мощности мы закупаем. То бишь, та стата, которая существует для поддержания и регламентации офисных там процессов и так далее. Коммуникации это каналы связи, о которых мы уже не раз говорили. Только возьмем их типа не видео, аудио и т.д. А просто коммуникация, составляющая цифрового офиса, это коммуникация. Ресурсы это предоставление людям всех необходимых, получается, ресурсов, извините, на татологию, чтобы они превращали эти кирпичики в здания. Сотрудники не будем забывать о себе. Только мы, как инструменты, сможем превратить эти кирпичики в здания. И динамические данные это мониторинг процесса развития. То есть мы не же просто строим дом, мы должны выстроить быстро, качественно, красиво и с каждым разом все лучше. И тогда эти динамические данные будут показывать, насколько наша цель успешно превращение в продукт. Для работника офис становится некой точкой входа в рабочий процесс. То есть я прихожу в офис и я хочу, чтобы у меня тут, блин, все было так под рукой, быстренько, чтобы я мог все делать очень хорошо. А для работодателя офис становится средством мониторинга своей идеи в продукт. То есть да, я хочу, чтобы у меня стояла автозаправка. Я должен прийти и видеть, чтобы как она быстро построена. То есть как молоко быстро разведено. То бишь он хочет, работодатель хочет увидеть, что, блин, у меня все идет хорошо и все было прозрачно. То бишь, по сути, мы получаем, что офис это точка в пространстве. Ты, когда насмотришь на нее в любой момент времени, должен понимать, в каком состоянии находится твой продукт. Это не какое-то конкретное место. Когда и где? Да на самом деле, по сути, не ясно, потому что из моих умозаключений я прихожу к тому, что очень многие заходят с разных сторон. Например, посмотрите, если мы возьмем банкинг. Они стараются, если клиент к ним пришел, у них уже есть чаты, банки, это не только онлайн-банк, это инвестиции, мы делаем ваш бизнес и т.д. и т.п. Microsoft, календари, почта, видеосвязь. Переходите к нам и останьтесь. Цифровой офис подразумевает то, что вы вошли в какую-то точку входа и вы туда не выходите, потому что вы там можете взять все ресурсы, необходимые вам для создания, для не создания, а для превращения идеи в продукт. Вот, немного творчества. Я подумал о том, как бы я хотел, чтобы выглядел цифровой офис, потому что меня очень всегда бесило, что я прихожу на рабочее место, установи Telegram, зайди в почту, послези запрос на регистрацию в облако, там, еще в контракт, доступ к каким-то данным. Зачем мне это? Я хочу прийти, посмотреть, что мне надо работать, я хочу видеть процесс успешности моего, ну, продукта, то бишь, насколько он выполнен, то бишь, мы находимся в начале пути, в середине, какие у нас прогрессы, чтобы все хранилось в одном месте, грубо говоря, это платформа, это продукт, куда я захожу, и мне не надо с нее, больше никуда не уходить, тысячи вкладок мне не нужны, мне нужно одно место, где я получу все, и тогда это моя идея, которую я вам, ну, как терроризирую, чтобы вы поняли, что это платформа. Цифровой офис, по-моему, это платформа, где я могу увидеть документацию, где у меня есть рабочее пространство, когда ты заходишь в него, это непосредственно для программистов одно, для аналитиков другое, но оно все продумано, и тут самая большая проблема, но средства для решения у нас тоже есть. В современном мире появилась такая профессия, как UX, User Experience, то бишь, у нас есть мессенджеры, есть видеоканалы, есть облачные хранилища, есть мощности для создания абсолютно любого рабочего места мы можем купить, как виртуальное, то бишь, нам нужно просто создать все, ну, как бы интегрировать это все и создать, чтобы это было удобно, и тогда это можно тиражировать и продавать, но это лично мое мнение, то бишь, нужно обличить это все в удобное для пользователя, для сотрудника, для работодателя место, а не давать ему разные каналы связи, видео, конференции, почта, вообще, почта, мне кажется, она должна быть когда-нибудь, потому что по сути и документы оборот, я не знаю, я написал об этом, проблемы, вот, как раз переходим к проблему, пять секунд, я почему-то быстро говорю, я сейчас заметил об этом, все нормально, меня воспринимается хорошо, все отлично, я просто первый раз вообще выступаю, как-либо, вот, трудности работы в цифровом офисе, мотивация, потому что, вот как уже не раз сегодня упоминалось, я имею компьютер, у меня все, как бы, таски, задачи, какой мой степень вовлеченности, почему я должен идентифицировать себя, как сотрудник компании Лагракон, если я просто решаю задачи, особенно, как там, упоминала Татьяна, меня продали на другой проект, да никаких, блин, нет у меня мотивации, ну, соотносить себя с Лаграконом, но если будет, как мы говорили о брендах, я вхожу в свою платформу, которая представляет мне все абсолютно ресурсы для выполнения моей работы, мне уже это радует, но мотивация, мне кажется, должна решаться следующее, либо нанимать сотрудников в компанию, которые замотивированы, то бишь, мы компания Лагракон, мы делаем это, мы предоставляем такие плюшки, ты с нами или не с нами, если не с нами, пока с нами добро пожаловать, либо должна быть социальная, не знаю, как сказать, социально-психологическая работа, которая принимает специалиста и говорит ему, друг, только у нас ты сможешь полностью реализовать свои таланты, и прям только будучи частью нашей, нашего Лаграконского, вроде, содружества, ты раскроешься, вот это как-то так надо решать, мне кажется, коммуникации, много говорили о проблемах с коммуникациями, ненавижу Телеграм, наболело, я совсем с вами согласен, кто против него, вот, но я считаю, что должна войти в цифровой офис, вот если вот, если вам идея моя зашла, и как бы вам кажется, что это так, вид коммуникации, обязательный фидбэк, то бишь, ты вешаешь на человека метку, ты должен мне ответить на этот вопрос, ну, то бишь, есть какой-то цикл, 24 часа, ты должен ответить на этот вопрос, да, нет, не важно, но ты должен ответить на него, и это должно восприниматься сотрудниками абсолютно нормально, не то, что там, блин, я тебе там на почту прислал, ты должен ответить, или я тебе писал в Телеграм, нет, у него должно на этой платформе прям вещать, Тимур Ильич от тебя ждет, Тим Лид от тебя ждет, ну, то бишь, и все, и должно быть напоминание прям жестко, потому что это работа, не надо путать это с какой-то домашней жизнью, там, или еще, это работа, в которой мы делаем прекрасный процесс превращения идеи в продукт, но такое, обязательный фидбэк, с другой стороны, должен иметь еще другую медаль, то бишь, я же могу ответить, нет, Тимур Ильичу, или кому-нибудь, Сергею там, Фаскому нашему, скажу, нет, мне не нравится, все, я не хочу, или не согласен, и это должно восприниматься нормально, и, как бы, поговорить об этом тоже должны адекватно, вот, и еще цифровизация, вот это я прям идея у меня родилась, когда я писал, потому что я не люблю бумагу, и, например, я подумал, я хочу написать заявление на отпуск, напиши, распечатай, эти даты поставь, нафиг, цифровой офис должен обеспечить цифровую подпись человеку, который говорит, я хочу пойти даты, набирает прекрасной, удобной формы в календаре с этого под это, отправить, все, вся документация должна свестись к заполнению вот таких вот интерактивных форм с его электронной подписью, ну, как бы, что на платформе будет вот это вот успешно реализовано, поэтому я за то, что вот это надо сделать по-любому. Виртуальный офис, шаг вперед или назад, вот, на самом деле, только сложилось у меня впечатление об этом, думаю, что же сказать, потому что то, что есть сейчас на рынке виртуализации, я не... Мне кажется, что виртуальность, это когда тебе шнур в голову, как в Матриксе, и вот там виртуальность, да, то, что шлемы сейчас одевают, это, мне кажется, какая-то порнография, которая вообще не должна быть. Вот, и тогда, учитывая то, что у нас был цифровой офис, это сосредоточение всех необходимых для выполнения, воплощения идеи, продуктов и ресурсов в виде цифры. Мы отказываемся там от бюрократии, от этих машин, мы просто все переводим в цифру. И тут как раз следующий этап, виртуальный офис, когда, дай бог, появятся эти шнуры в голову, и начнется прокачивание опять коммуникации, потому что нам, по сути, ну, то есть мы начнем воссоздавать пространство тех же материальных офисов, только в вирте. Туда будем подключаться, там будем общаться, пусть боксим с этими аватарками, но обезличивание вот этих вот мониторов, вот я смотрю на вас, добрые люди, и я вижу ваши аватарки, а я буду видеть ваши трехмерные модели, котиков, собачек, облачков, вообще не важно. Но мы будем общаться уже как-то по-живому в виртуальной среде, так что я думаю, даже если сейчас, вот, я не помню, как зовут, я обозначу, нейропсихолог девушка выступала с милым ребеночком, вот она сказала, что есть вот проблема угасания эмоций, я думаю, это просто проблема угасания, чтобы мы оточили цифровые приоритеты и цифровые вот эти ресурсы. Потом, когда их отточим и перейдем на нормальный вид, ну, это начнет все возвращаться, как само собой разумеется, потому что людям будет прикольно создать какой-нибудь рум. Давай мы сегодня будем работать на берегу, не знаю, там, реки Волги, и там, хоп, все в цифровом пространстве, и мы работаем на берегу реки Волги. Это же круто. И тогда общение это возвратится. Все. Блин, круто. Рад сам выступить. Спасибо. Смысл выступления понятен, интересен. Так, коллеги, немножко, как бы, не немножко, а хорошо, множко зашкалили уже за регламент. Я прошу прощения, может быть, первый раз у нас такой вот круглый стол. Я бы сначала хотел дать слово Лилии, если Лилия с нами еще. Как вот ее впечатление? Она пожалела, что к нам пришла в гости или нет? Нет, да, я с вами нисколько не пожалела, да. Мне вообще ваш формат. Это очень понравилось, потому что мы сейчас тоже как раз себя в компании смотрим такие истории, чтобы вот так встречаться и просто общаться на разные темы. Мне очень понравилось. И вот, кстати, Андрею респект, это было так искренне. Еще после двух с половиной часов столько энергии дал он сразу сюда. Спасибо большое, было интересно. На самом деле очень здорово в том смысле, что мы очень похожи. У нас такие же проблемы, такие же идеи, такие же какие-то мысли. Поэтому я, Тимур, рада, что мы как-то с вами пересеклись в сети и готовы тоже делиться опытом. И вот такие все очень драйвовые. Здорово, мне очень понравилось. Спасибо. Ну, во всяком случае, я же говорил, что мы приглашаем гостя в реальную компанию, к реальным людям на реальный разговор. Бесплатно. А то все пугаются сейчас с этого контента. Мы открытые, поэтому готовы дружить домами, тем более с КамАЗом. Ваш директор профессионал когда-то у меня учился. Тоже приятно пообщаться с представителем КамАЗа. Лид, спасибо огромное. Может, я оставаться, я не выгоняю. Ради бога, я просто спросил ваше мнение. Спасибо огромное, что были с нами. Значит, коллеги, традиционно к Андрею вопросы есть? Есть. Илья, только оперативно, чтобы мы не зашкаливали за время. Здесь, скажем так, скорее мнение. С одной стороны, я абсолютно против убивать почту. С другой стороны, скорее всего, это про правильное устраивание коммуникации в какой-то команде. Возможно, прагментирование как раз хорошо, когда кто-то умеет в команде в чатике общаться, и в цифровом виде исключительно. Это классно. С другой стороны, кто-то ненавидит звонки. Невозможно постараться сходу так под каждого, как кто-то не любит звонки, этому не пишет почту, здесь не пишет чат. Должен быть какой-то все-таки стандарт, что мы как-то есть возможность зайти через общий формат. А дальше уже мы можем постараться друг по другу, да это нормально. Илюш, ты помнишь, с чего я начинал выступление? Что одной из ключевой ценностей является качество стандарта или протокола, в котором, собственно, он будет взаимодействовать. Вот развитие технологических, оно приводит к развитию стандарта в том числе, который начинает расставлять на места, почему не начали быть хаосом. Это первое. Второе, вот то, что Андрей сказал, на самом деле один из трендов – это создание киберчеловека. Он продемонстрировал эту штурму в бошку. На самом деле, не обязательно оживление железа в организм человека. Наши гаджеты в руках, а то, что мы обвешиваем, это уже нас делает киберчеловеком, да, возможность общаться. И виртуализация пространства – это способ снятия проблемы эмоционального выгорания и качества взаимодействия, когда действительно я виртуально могу входить в знакомый себе офис, работать за якобы виртуальным, реальным рабочим местом, подойти к виртуальному стенду, но там будут висеть фотографии наших выпускников, наших курсов и так далее. Да, поэтому много вещей. Есть плюс и минус. У Андрея немножко футурологический такой прогноз, хотя он так технически к этому подошел. Сергей, есть что добавить, я вижу? Ну, как бы, знаете, как бы мысли прозвучало интересных много. И, ну, реально, как бы, есть вещи, в которых, ну, скажем так, да, вызывает у меня какое-то сомнение и, наверное, требуется какое-то там дальнейшее обсуждение. Есть вещи, которые я там целиком полностью поддерживаю, есть идеи, которые надо как бы развивать. Вот единственное, что я хочу сказать, да, что, ну, как это, овшивая оба не, да, вот это все, что не делается, оно должно идти в сторону, да, как бы служить для развития бизнеса. Потому что можно сделать много красивых, приятных, как бы, плюшек, да, но эффективность этой, как бы, штуки с точки зрения, как бы, ну, зарабатывания нами всеми с вами денег, да, будет на самом деле не очень высокой. Вот из того всего, чего мы рассказали, надо, как бы, построить, ну, некую, как бы, там, функцию мини-макса, да, сделать, как бы, при минимальных затратах на то, что, как бы, кажется полезным, да, и действительно нужно делать, надо из этого всего получить максимальный результат с точки зрения развития компании. А это еще, как бы, одно измерение вот ко всему тому, чего мы, как бы, сейчас обсуждали. Спасибо. Так, второй круглый стол. Можно маленькую ремарочку? Я что-то вот в эти виртуальные офисы не верю. Я считаю, ну, знаете, как говорят, если хозяйка на керосинке не умеет готовить, то она и на эдукционной плите тоже ничего не приготовит. Я думаю, что от виртуализации не поменяется. Если люди не умеют коммуницировать, то им никакие технические средства не помогут. Люди обучаемой субстанции, я твои мысли передам Цукербергу, который с 17-го года разрабатывает виртуальную офису, сейчас активно взял за это, я обязательно передам. Прежде чем я завершу круглый стол, я бы попросил всех участников, которые у нас, наши сотрудники, мы только остались со своими сотрудниками, включить камеры. Я бы хотел посмотреть, кто мне только аватарки выставил, а кто живой меня там слушает. Да, спасибо. Значит, завершая наш круглый стол, первое, что хочу сказать, ну, я нахожусь на седьмом небе. Я так долго подводил к этой внутренней конференции, показываю ее смысл, полезность, ну, вот, весь ее смак. Поэтому я, честно говоря, на седьмом небе, что у меня получилось. Второе, я огромную вам благодарен, потому что, ну, правда, я восхищен выступлениями, качеством, подходом, практикоориентированностью, вот, рациональностью. Ну, правда, очень мне понравилось, поэтому всем спикерам низкий поклон. Сейчас вот переписываемся с коллегами, они просто восхищены, и, правда, что очень довольны, что поучаствовали в нашем мероприятии. Собственно говоря, мы все задачи выполнили. Вот Макс написал, Макс, мы тебя тоже любим. Он тоже рад. Да, да, да. Ребят, я предлагаю на сегодня закончить, уже полвосьмого, уже восемь почти, надо с Сергеем выбираться, как-то с Сашей. Вот. У нас есть группа, есть группа наша внутренняя, где там спикеры, есть общая. Я туда размещу все презентации, будут отслеживать, и будут вопросы, может, кого-то поинтересно, интересы какие-то, чтобы мы там могли развернуть вот это общение. Все, коллеги, не мучай, Илья, спасибо за эмоции. Да, вам спасибо. Всем хорошего вечера, огромное-огромное спасибо. Рад вас был всех видеть. Обнимаю. Пока. Всем до свидания. Спасибо. Пока. Вы молодцы. Пока. Пока-пока. Порвемся, да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok